Одной из ковид-клиник, куда госпитализируют пациентов из группы риска, стал в эти дни Национальный медицинский центр эндокринологии Минздрава. Там находятся те, для кого борьба с коронавирусом осложняется другими заболеваниями, в первую очередь с сахарным диабетом. Как медики справляются с ситуацией, об этом директор центра Наталья Мокрышева рассказала в эксклюзивном интервью Евгению Давыдову. Наталья Георгиевна, здравствуйте. Итак, последние данные. Сколько пациентов с коронавирусом у вас сейчас проходит лечение, сколько из них в реанимации и в каком они состоянии? У нас 110 человек госпитализированы, 13 человек в реанимации. К сожалению, все пациенты, которые к нам поступают, они в тяжелом состоянии. Легких пациентов практически нет. Госпитализируются пациенты уже с очень серьезными осложнениями. Сердечно-сосудистая патология на первом месте обуславливает тяжесть заболевания коронавирусной инфекцией. Сахарный диабет на втором месте, а уже потом заболевания легких хронических. Какие-то хронические заболевания? Как минимум 50-60% есть уже эндокринные заболевания хронические. Сахарный диабет у большой части наших пациентов, ожирение, это все, конечно, осложняет. И все пациенты с эндокринными заболеваниями, они имеют и более высокий риск развития коронавирусной инфекции, и более тяжелые осложнения. Я так понимаю, инфекция может поражать не только дыхательную систему, но и другие органы? Системные заболевания, системное поражение, разумеется, обуславливается теми осложнениями, которые развиваются на фоне коронавирусной инфекции. Прежде всего, тромбоэмболические поражения. Ковид-центр работает у вас уже восьмой день. Все ли получается? Мы действительно переквалифицировались в инфекционистов, пульмонологов, реаниматологов, прежде всего, анестезиологов. Коллектив, который работает в очень экстремальных условиях. Мы приложили максимальное усилие и для того, чтобы обезопасить и создать комфортные условия персоналу, и для того, чтобы пациенты наши были в безопасности. Если говорить об иммунитете, как он формируется? Это вирусная инфекция. Здесь просто новый вирус, раньше незнакомый нашему организму. И в большинстве своем, я думаю, что все жители земного шара вынуждены будут с ней познакомиться. Мы собираемся анализировать состояние всех пациентов с эндокринными заболеваниями на предмет, какой же вред им принесет коронавирус. И мы уже сейчас всех наших пациентов оцениваем. У нас же есть регистр сахарного диабета, куда входит огромное количество тысячи пациентов с сахарным диабетом по всей стране. И мы уже собираем информацию, какова заболеваемость, какие риски. И затем в динамике тоже через полгода, через год мы будем вызывать и анализировать этих пациентов. Спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы. Спасибо вам. Берегите себя. Спасибо. Спасибо.